Добрый вечер! С вами Юлия Чернеева и ваше любимое игровое шоу Я знаю! Шоу, в котором каждый из вас найдет для себя что-то полезное и приятное Друзья, обязательно играйте и тогда будете выигрывать Не бойтесь испытывать судьбу и рисковать Надейтесь только на лучшее Вот даже, к примеру, за всю историю советской лотереи «Спорт Лото» Все шесть цифр из 45 угадали правильно всего лишь два или три раза Но люди-то надеялись на лучшее, играли Искренне вам этого желаю Мы работаем в прямом эфире Телефон наш 202-11-22 Всем удачи! Мы начинаем А знаете ли вы, что один известный американский актер Зовут его Уэйн Олвайн Он озвучивал Микки Мауса с 1977 года На протяжении 32 лет Его мы сейчас видим на фото Так вот, в 1991 году Олвайн взял в жены Руси Тейлора Она озвучивала возлюбленную мышонка Мини Маус Они счастливо прожили 18 лет Пока в 2009 году Олвайна, к сожалению, не стала Ну, вот такая вот, совсем не мультяшная Но очень трогательная история любви Кстати, мультики и сказки у нас тоже сегодня будут Ведь с нами играют чудесные девочки А также их очаровательные мама и бабушка В первой команде у нас Людмила Николаевна и Марина Здравствуйте И Екатерина и Полина Здравствуйте Здравствуйте Ну что, любите ли мультики, Полина? Да Какие мультики ты любишь? Я люблю... Я люблю сейчас современные мультики Ну, там про Барби, всякие Винкс, My Little Pony А так, смотрю, что попало Понятно Ну, расскажи про маму, про с вами Ну, моя мама... Ну, хороший человек Я не знаю даже, как больше сказать Ну, все равно, как-то, опиши в трех словах к своей маме Мама красивая, добрая и умная Вот так вот Правильно говорит дочь? И очень любит со мной учить немецкий Немецкий, отлично Мама у тебя учительница? Нет Нет, но немецкий знает Немецкий знает И знает английский Ну, вообще вопрос такой вот Как дочку-то можно свою характеризовать? Мою дочку? Никак Непоседа можно характеризовать Непослушная девочка Я непослушная Но умная и добрая Это самое главное Полин, ты сегодня как? Нацелена на победу? Я нацелена получить главный приз Я рожденная для успеха Ух ты, это кто же в голову в твои такие вкладывают мысли? Мультик Малитл Поник Отлично, молодец Самое главное верить в себя Марина Расскажи, с кем ты пришла сегодня? Как зовут твою бабушку? Кем она работает? Чем занимается? Давай Моя бабушка Она очень хороший человек Я ее очень люблю и уважаю И она работает учительницей русского и литературы Так, не у тебя случайно преподает? Нет Ну, не в твоей школе? Нет А ты из какой школы? Я из школы 148 Как и Полина? Да Вместе учите? Мы одноклассники Отлично, то есть вы знакомы? Да Отлично Так, ну а что можно еще про бабушку сказать? Что любит кушать, что бабушка готовит? Бабушка очень вкусно готовит блины и пирожки, как все бабушки Так, Екатерина Николаевна, баб слово Про внучку? Да, конечно Ну, что хочется сказать Марина очень человек такой характерный Если чего-то она задумала, она своего будет добиваться до конца Это тоже хорошо То есть тоже веришь в успех Да, целеустремленный человек Так, вопрос к команде Екатерины с Полиной Кто за вас сегодня болеет, кто за вас смотрит? На нас сегодня смотрит моя бабушка, мой дедушка Передавай привет, если не стесняешься Вот камера напротив Привет, бабушки и дедушки Так, Марина, кто за вас сегодня болеет? Ну, за нас болеет моя мама, в крайнем случае И, наверное, мой дедушка И одноклассники наверняка сейчас тоже посмотрят на вас Ну что, мы познакомились Я надеюсь, что игра у нас сегодня будет хорошая и интересная И вам желаю удачи И вам, дорогие телезрители Потому что обычно мы всегда для вас разыгрываем чего-нибудь интересного На этот раз билеты в кино В киномечту В паркхаус Ждет вас хорошие фильмы для детей и взрослых Так что дерзайте Не переключайтесь, у нас первый тур Ну что, у нас первый тур Правила первого тура простые Есть шесть тем Сейчас я вам их назову А вы каждый выбирайте то, что вам близко по духу У нас сегодня вопрос и для девочек, и для мамы с бабушкой Итак, для девочек у нас есть мультики Дисней Смотрите, надеюсь, любите И сказки есть Тоже хорошая тема То, что выбирайте, что вам поближе Есть для взрослых тема Все в шоколаде Есть тема Мода Есть семейная тема И есть тема с первой строки Так сказать, что произведение Ну, я не знаю Для учителя русского языка и литературы Наверное, очень простая тема Я даже не знаю Что уж будем выбирать Начнем, наверное, играть Кто у нас стартует? Какая команда будет первой у нас? Мы Марина, молодец Ну что, какую тему выбираешь? Мультики или сказки? Ну, я больше люблю мультики, чем сказки Наверное, мультики Ну что Давайте мультики тогда Полина Коварно загибай пальцы Если будет Марина отвечать неправильно Готова? Я согласна за мультики Тоже, как и Марина Ну, понятно Ладно, мы сейчас посмотрим Как у нас пойдет Но Марина уже выбрала тему мультики Поэтому тебе придется отвечать за сказки Я люблю мультики Дисней все равно Ну, ты молодец Сейчас, может быть, даже поделим 50 на 50 Ну что, поехали? Да Вопрос номер один Чипа Дэйл смотрела? Да, смотрела Как зовут спасателя, любящего сыр? Сыр, он такой всегда говорит Ага, ну Такой толстячок Как его зовут? Рокки Его зовут Соберись Именно этот герой в мультике Мадагаскар был настоящей звездой зоопарка И даже смог в Африке отыскать своих родителей Это был Алекс Лев Алекс, верно Так, девиз этой парочки Акуна Матата Тимона Пума Верно Как зовут самого известного олененка из мультика? Бэмби Бэмби Фамилия этого отважного летчика Макряк Зовут его Зигзаг А в каком мультике он занимался? Черный плащ Верно Ну что, пять вопросов ты ответила Молодец Следующие пять вопросов у нас будут для Полины Полина, готова? Да Из какого мультика злодейка? Круэлла де Виль Или Стервелла ее еще называют Ну, известный мультик Она такая, она половина черная А половина белая Верно У этой русалочки есть друг Краб Себастьян Ариэль Верно В этом мультике были Говорящие чашки Свечка Часы И даже шкаф Спящая красавица Или 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 Бэйли Чудовище Да, красавица и чудовище Какая особенность была у принцессы Рапунцель? Как только она уколит пальцев и тяну То она заснет вечером сном Нет, а особенность внешняя Внешняя Такая вот Рапунцель У нее были длинные волосы Коса была у нее до земли, конечно Так, вот сейчас я назову героев А ты должна угадать мультик Джин Яга Джасмин И Султан Аладдин Аладдин Верно Ну что, пока у нас по 5 баллов Девочки, отличницы Молодцы Так держать Пришло время взрослых Так как у нас Марина отвечала первой Людмила Николаевна Что выбираем? Все в шоколаде Семейную, семейную тему У вас уже 10 вопросов Так что соберитесь Уже 2 пятерки придется зарабатывать Готовы? Ну что, Людмила Николаевна выбирает у нас семейную тему Я надеюсь, она об этом не пожалеет Как называется обряд церковного бракосочетания? Венчание Верно Как звучит пожелание благополучия Вступающим в брак молодым людям? Вот всем им желают Кричат горько и желают вот это вот благополучия Двумя словами, точнее тремя Даже на открыточках на всех написано Ладно, это совет да любовь Так, как звучит русская фруктовая пословица? О том, кто унаследовал плохое, неблаговидное поведение От отца или матери Вот, то есть фрукты какие-то там этой пословицы Отец есть не очень хорошая или мать И ребенок тоже вроде как Ну яблоко от яблока не далеко Конечно Имя какого цветка носит 10-летний юбилей супружеской жизни? Цветок И 10 лет Яркий такой Это роза Розовая свадьба Хотела подсказать Ну ты можешь, кстати, подсказать А я маме сказала Ну вот Как называется фамилия женщины до ее замужества? Девичьи Девичьи Каким? Каким он бывает Патрон такой вот есть? А мужчина Женись бы тоже такой Марина, что скажешь? Крепким? Нет Крепким? Нет Вот называют так мужчину неженатого Как называют? Крепым Неженатый мужчина Холостой Холостой патрон И холостой мужчина Три пока у вас промаха Но ничего, соберитесь Многие считают этот месяц совсем не подходящим для свадьбы А зря Говорят, вот не стоит жениться в этом месяце Нету семьи наоборот Весной Этот месяц Май Май, конечно Потом всю жизнь маяться, говорят Какой роман? Льва Толстого начинается словами Все счастливые семьи похожи друг на друга Каждая несчастливая семья несчастна по-своему Май-най-най-най А вот и нет Анна Каренина Анна Каренина Следующее предложение Все смешалось в доме Облонских Это Анна Каренина, кстати, недавно прочитала Мне очень понравилось Как у нас в стране? Десятый вопрос Называются Современные учреждения для регистрации брака, рождения и смерти ЗАГС Отделы записи актов гражданского состояния Итого у вас шесть баллов Шесть баллов плюс пять Сколько будет, Марин? Одиннадцать Одиннадцать А у вас пять Вам нужно набрать побольше баллов Больше Не берем Но у нас еще сказки Вы помните об этом? Помним Так, Екатерина, что выбираем? Моду С первой строчки Все в шоколаде В чем стильный? В моде, в шоколаде Или в литературе И в моде, в шоколаде Шоколад любим Ну что выбираем? Давайте шоколад Шоколад Все в шоколаде Так звучит наша тема Ну что, желаю вам удачи Выбираем эту тему Ну, Полина, ты тоже можешь подсказывать, если что? Конечно В этом виде шоколада В этом виде шоколада совсем нет какао-бобов Ну, какой бывает шоколад? Горький? Горький? Нет Белый 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 Соберитесь, неправильный ответ у вас США на Пасху дарят этих шоколадных зверьков Зайцы Зайцы Так, ты соберись, давай Мама, соберись Мама сейчас отвечает Полин, ты в крайнем случае помогаешь, а совсем мама не знает Это крайний случай Нет, это не крайний случай В каком городе находится фабрика, о которой говорят, Россия, щедрая душа? Самарин Конечно Вкусный советский шоколад, но с женским именем Аленка Аленка Назовите начинку для конфет, там жареные орехи с сахаром Ну, а? Нет, грильяш Грильяш? Эти конфеты были названы в честь одноименного гриба Гриба Есть такой гриб и такие же конфеты есть Совсем не знаете? Это триуфель Триуфель Лучше Как называется блестящее покрытие на поверхности кондитерских изделий? Глазурь Глазурь, конечно Назовите, самый полезный теперь уже вид шоколада Горький Горький, конечно Этот вид шоколада получает в основном из десертной шоколадной массы Которые помещают в котлы с вакуумом Где уже дальше начинают действовать пузырьки воздуха Такая разновидность шоколада Воздушный Воздушный, пористый, верно Правда ли, что индейцы Сейчас вопрос к Катерине Не к Полине Правда ли, что индейцы использовали какао-бобы как средство платежа? Правда Правда, да, действительно Ну что, у нас получается три неправильных ответа и пока у вас семь То есть у вас двенадцать Одиннадцать и двенадцать Все равно больше, чем у них Так, Марина, ты готова? Да, готова Сказка Отпечаем быстро, не задумываясь Хорошо Время прямо у нас уже бежит-бежит Назовите грозное оружие соловья-разбойника, Марина Свист Верно Как звали сказочного кота-гипнотизера? Баюн Баюн Вот Баюн Полина, твоя очередь придет Назовите жаркое место рождения колобка Печь Из какого оружия стреляли царевичи в сказке про царевную лягушку? Из стрела. Из стрела. Стрела где? Из стрела. В луке. В луке. Пятый вопрос. Волшебница, исполнявшая желание сказочного Емели. Кто она? Она щука. Щука. Хорошо, пять баллов у вас есть. Поехали дальше. Давай, Полина, теперь тебе вопрос. Какой товар купила муха-цокотуха на базаре на найденную денежку? Ценовар. Верно. Какую книгу подарил Буратино Папа Карло? Азбуку. Назовите самого известного жителя цветочного города. Не знаю-ка. Как звали Голчонка в сказке Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот»? Этот, кто там? Ну, это он отвечал. А у него звали Голчонок? Хватайка. Хватайка. Где хранилась смерть Кощея? В яйце. А яйцо? Смесь Кощеева в яйце. Яйцо в утке. Утка в зайце. Заяц. В сундуке. Ну, все правильно. Сундук на дубе. А дуб растет на острове Буяне. А в яйце игла. Все слова с иглу. То Кощеев умрет. Ну что, опять у нас правильных ответов. Таким образом, получается, что всего лишь навсего на один балл. Но побольше у команды Екатерины и Полины. Ничего страшного. Я считаю, вы молодцы, вы справились. Людмила Николаевна и Марина получают от нас замечательные призы. Такую удивительную наклейку. Я же не знаю, на что наклеить с нашей птичкой ГИС. Сертификат на бесплатное посещение занятий Family English, студия английского языка. Это Самара, дачная, 24, Финхаус, первый этаж, офис 107. Билет в кино. Сходишь, развеешься, отдохнешь. Отлично время проведешь. Ну что, молодцы. Есть кому передать привет, что-нибудь сказать приятного? Вот камера напротив тебя. Пожалуйста. Вот она, смотри. Вот. Давай. Кому привет? Папе. Папе. Людмила Николаевна, кому хотите передать привет? Своему мужу. Во-первых, Владимиру Николаевичу. Ну и, конечно, своей дочке Елене, которая не смогла прийти сегодня. Ну ничего, вы с бабушкой тоже отлично справились. Вы команда, молодцы. Ну что, с Екатериной Полиной мы встречаемся во втором туре. Они тоже получат от нас небольшое количество призов. Но все призы, которые я припасла сегодня, они смогут унести лишь в том случае, если выиграть нашу суперигру. Ну что, пожелаем им удачи и вам тоже. Поехали во второй тур. Осень – это очень нарядное время года, любимое время года Пушкин, как всем известно. Осень дарит надежды на веселую зиму и новую весну. Осень хороша тем, что в ней можно поесть арбузов, допустим. Осень – это когда люди влюбляются, ходят друг к другу, там, цветы дарят, например. Какие-то у них романтики. Желтые листья, не знаю, осенние пора, такая золотая осень особо нравится. Каждое, не знаю, время года по-своему замечательное. Погодой, природой. Осень мне очень нравится. Точно так же, как осень жизни очень нравится, в которой я пребываю. Вот такая замечательная пора, все такое красивое, все такое спокойное, удивительное, располагает к размышлениям. Мне осень нравится. Я, во-первых, родилась осенью, так поэтому мне и осень нравится. Ну, чем она может нравиться? Вот единственный вот каштан нас подвели. Ну что, с Людмилой Николаевной и Мариейной мы попрощались, однако они ушли радостно. Надеюсь, сходят, развеются и проведут хорошо время. Вам, друзья, тоже желаю искренне побороться за наш приз. Билеты в кино. Киномечта вас приглашает. Билет действительно на два лица до 1 декабря. Стоит сходить, посмотреть, может быть, весело время провести вдвоем с какой-то замечательной компанией. Компания заплатит, а вы бесплатно пойдете. Ну что, 202-11-22, наш телефон, совсем скоро для вас прозвучит вопрос. У нас же в студии Екатерина и Полина. Вы как себя чувствуете? Немножко вам уже не страшно, Полина? Мне не страшно, но я на взводе ехать, и я готова получить первый приз и готова выиграть. Так, Екатерина, как у вас настроение? Хорошее. Хорошее. Полина, у тебя есть домашнее животное? У меня было три рыбки, но все они умерли. А кота или собаку не хочешь? Я вот хочу кошечку маленькую, вот такую вот карликовую. Ну, карликовую, такую как декоративную. Декоративную. Да, которая не очень, как бы, шерсть, которая не очень падает. Сфинкс, нет? Да, ну да. Ну, что-то среднее. Ну, в общем, есть мысли у Катерины задуматься, что подарить дочери. Ну, и не лысая, и немного шерсти. Полина, когда у тебя день рождения? У меня 23 мая день рождения. Очень жду его. Жду Нового года. На этих каникулах я опять схожу на реабилитацию, так как у меня была операция летом. Ну, ничего. У тебя, смотри, сколько всего приятного. Сходишь и в кино, и на английский попробуешь, если ты немецким занимаешься. Спасибо, я уже пробовала английский. Не понравилось? Я в подготовишке как бы им занималась. Ну, а тут по-серьезному все, Полина, понимаешь? Я не люблю английский язык. Ну, маму сходят, в конце концов. Ну что, а у нас второй тур. Хотя я хочу поехать в Америку. Ну вот, с тем более, босеваться есть. Второй тур у нас есть вопросы. Два вопроса маме, два вопроса Полине. А мама уже тут отвечает без Полины, соответственно, Полина отвечает без мамы. Готовы? Да. Первый вопрос тебе. Вот собаки у тебя нет? Нет. И не было, да, пока еще никогда? Ну, ты надеешься, наверное. Да. Ну, вот как ты думаешь, как собаки охлаждают свой организм? Есть четыре варианта ответа. Слушай внимательно. Собаки спят, собаки пьют воду, собаки бегают, чтобы охладиться, или чтобы охладиться собаки часто дышат? Часто дышат. А почему? Ну, потому что, как бы... А почему бы не попить воды, например? Ну, просто вода, она временно охлаждает. Так. Как бы бегать, еще больше вспотеешь, а вот дышать так глубоко. Да. Не вот. А ты вот после физкультуры как дышишь? Я вот, я не хожу сейчас на физкультуру. Ну, а вообще, вот если побегать? Если побегать, я всегда дышу ртом. Даже когда я бегу, я тоже дышу ртом. Это неправильно. Знаешь, да? Нужно дышать через нос, а выдыхать через рот. Так вот лучше, веселее. Ну, так что? Какой ответ твой правильный? Как ты думаешь? Спят, пьют воду, бегают или часто дышат? Часто дышат. А почему бы не поспать? Лег поспал, отпустил немножко. Ну, может спать. Ну, как ты думаешь, что? Часто дышат, бегают, пьют воду или спят? Вот жарко, они охлаждаются таким образом. Вот, я настаиваю на часто дышат, но я выберу и спят. Так, давай, компрессируем. Часто? Все, хорошо. Я приняла ответ. Давайте посмотрим, аплодисменты у нас будут или какие-то фанфары. Ну, аплодисменты, конечно, собаки не потеют вообще-то. Так вот, как бы так. Но если что, у них испарение происходит именно с помощью языка. Так что они высовывают его и, так скажем, дышат, охлаждаются. Ну, ладно. А, ну, правильно. Катерине вопрос. В каких годах, как вы думаете, Екатерина, уж я точно знаю, что компьютер-то у вас есть наверняка, кроме собаки-то. Вот. В каких годах был создан первый компьютер? Как вы думаете? В 1940-х, в 80-х, в начале 20-го века, то есть в 1910-х годах, или вообще в конце 19-го, 1870-х? Как ты думаешь, Екатерина? Что вы мне подмигиваете? Я что-то не понимаю, что гнусные инсинуации. Полин, ты знаешь? Мне кажется, что в начале 20-го века. Ну, а как маме кажется? В 40-х, в 80-х, в 10-х или в 1870-х? А что вы думаете, такое? Поздно они появились? То есть раньше люди не думали. Ну, так какой? В 40-х. Ну, подумайте, я вопрос телезрителям задам все-таки. Вообще-то, когда-то, несколько лет тому назад, был создан такой огромный-огромный компьютер с такими как бы печатными, и там все печаталось на экране. А потом сразу выходило на бумагу. Ну, наверное, что-то было. Ну, вроде бы это в 40-х было. Вопрос для телезрителей. Друзья мои, билеты в кино на кону. Вот. Платить не надо, но вопрос про деньги. Есть такое выражение. Деньги не пахнут. И его ввел римский император Тит Флавий Веспасиан. Вот ввел он налог какой-то непонятный. На что же ввел налог император? Почему появилось такое выражение? Звоните. 202-11-22. Екатерина, ну так к компьютерам возвращайся. В каких годах был создан первый в мире компьютер? В 40-х, в 80-х, в 10-х 20-го века или в конце 19-го? Ну, остановимся на 40-х. На 40-х. 40-х, 40-х. Ну что, принимать ответ? Принимать ответ? Ответ маме? Неа. Но все-таки я у мамы спрашиваю еще раз, Екатерина. Принимаем. Принимаем. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Электронный. Числовой интегратор и вычислитель. Первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было программировать для решения широкого спектра задач. Гигантский вообще, огромный. Но в Америке в 40-х годах именно там он был создан. Вот я про такую говорю. Вот. Вопрос тебе, Полина. У этого волшебника вся сила в бороде. Старик Атабыч. Да ну и так я и не играю. Выдернет волосок, пошепчет над ним и желание исполняется. Кто же он? Вопрос. Старик Атабыч. То есть не Черномор. Не Черномор. Не Карабас-Барабас. Пусть у Черномора длинная борода, пусть у Карабаса-Барабас тоже длинная борода. А великий и ужасный Гудвин? У Гудвина не было бороды. Ты лично знакома? Я не лично знакома, но я читала. Там прямо написано «У Гудвина бороды не было». Нет, я читала, но я читала эту книжку. Ну да подумай, хорошо. Может быть, все-таки это не старик Атабыч. У нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Деньги пахнут или нет? Деньги не пахнут, потому что это было введено на общественный туалет, как я помню. Да, на общественный туалет это правильный ответ. Была такая история, в общем, очень интересная. Сын пришел к этому Титу Флаве, говорит, что ты берешь мои деньги, отец. Вот поднес он к носу и говорит, а чувствуешь ли ты неприятный запах, сын? На что, как бы, отвечает, нет, не чувствую. А вот это деньги ведь туалетом пахнут. Собственно, да, действительно, были введены налоги на туалеты на общественные, но деньги не пахнут, по мнению этого вот императора. Ну что, молодец, Александр, молодец. У нас вопрос все-таки висит с бородой-то. Как ты вообще к мужчинам с бородой относишься? У моего дедушка есть четина, но я плохо отношусь с тем, у кого... Ну ты кто у нас волшебник из бороды? Старик Хатар. Хорошо, старик Хатар. Хатапыч, ну что тут человека доставать лишний раз? Правильный ответ. Вот вопрос у меня для Екатерины. Выражение «пускать пыль в глаза» говорит о том, что человек себе цену набивает, обманывает, хвастается. Как вы думаете, с кем связано появление данного выражения? С фокусниками? С бойцами кулачного боя? С мельниками или со всадниками? Пускать пыль в глаза? С фокусником. То есть он так вот блефует, да? Да. Это ваш окончательный ответ? Да. Ну что ж, давайте проверим, с фокусниками ли. Нет, к сожалению, не с фокусниками. Выражение «пускать пыль в глаза» появилось в 16 веке, когда на Руси были популярны кулачные бои. Такие вот очень нечестные бойцы зажимали в кулак песок и бросали соперника в такой вот неожиданной ситуации. Человек, конечно, душевался и проигрывал. Ну что, у нас два правильных, так вот если средний посчитать, ответа. Молодцы. В суперигру переходим. Умнички, поехали. К суперигре. Суперигра на самом деле не так страшна, как кажется Катерине и Полине. Всего лишь тут дело в вашей интуиции, находчивости. За вашей спиной сейчас появится шесть полей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их всего шесть. Из-за каким-то из них сложены все наши призы. Во-первых, это билеты на спектакль «Черепы Сканимары». Чудесная вообще просто, великолепная театр «Самарская площадь» вас приглашает 26 сентября. С «Фэмили Инглиш» ратификат обязательно. В кино, конечно, пойдете. Ну а в театр в четвером. С кем-нибудь сходите. Тоже хорошо. Ну что, кто первый начнет отгадывать, за каким же полем спрятан приз? Вот они, шесть полей за вами. А у меня здесь в конверте, между прочим, глухо-наглухо запечатанном лежит правильный ответ. Кто первый? Первый. Екатерина, давайте. Времени не так много, минутка остается. Какую цифру открываем? Три. Да, три? Да, три. Три, давайте посмотрим, что там за цифры. Три. Нет. Полина. Полина. Прям вообще подумай очень хорошо. Вот меня учили, что можно найти то, что ищешь, там, где этого не может быть. Так. Мне на это высказали. Давай. Что берем? Один? Нет. Два тоже есть. Да почему? Да один, два. Хорошие цифры. Четыре, пять, шесть остается. Давай. Минутка у нас остается буквально. Можем не успеть. Я выбираю цифру четыре. Четыре? Четыре. Прям вот четыре и не два. Четыре и не единичку. Вы намекаете на то, что там главный приз? Не знаю, я ни на что не намекаю. Я вот, у меня есть конверт, я даже не знаю, что там в конверте. Мама, говори. Ну что, открываем. Какой номер? Три. Открываю цифру два. Два. Вот окончательно. Я тоже тогда открою конверт, чтобы все по-честному было. Давайте смотреть. А-а-а. Что у нас тут? Что написано? Супер приз в ячейке номер два. Вот. Молодцы. Екатерина, Полина выиграли все наши призы. Что тут сделаешь? Не удалось мне сегодня ничего себе забрать. Молодцы девочки, вы умнички. Полина, тебе успехов. Удачи, Екатерина, у вас чудесная дочка. Ну а с вами до встречи. Прощаемся до следующей пятницы. Также 18.15. Может быть и вы в следующую пятницу здесь окажетесь. Записывайтесь. 202-11-22. Пока. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов «Остин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова